Привет друзья! Нашумевший фильм «Катастрофа Титаник» стал одним из самых кассовых проектов в истории мирового кинематографа, его посмотрели миллионы зрителей во всем мире, а актеры, сыгравшие главные роли, превратились в суперзвезд. Правда, все лавры достались в основном Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, хотя в фильме была еще одна яркая актриса, сыгравшая Роуз в старости. За эту роль она была номинирована на Оскар и Золотой Глобус. Почему так случилось, слава пришла к ней только в 87 лет, и как актриса разрушила все традиционные представления об актерской профессии, далее в обзоре. Глория Фрэнсис Стюарт появилась на свет 4 июля 1910 года в семье американского адвоката. С самого детства она была бойкой и умела постоять за себя. Правда, не всегда это для нее имело позитивные последствия. Изначальные школы Глорию отчислили за то, что она пнула наставницу, причем совершенно не раскаивалась в своем поступке, заявила, что учительница это заслужила. В средней школе девочка сумела направить свою неуемную энергию в нужное русло. Она увлеклась литературой и театром, писала рассказы и стихи, а в старших классах подрабатывала репортером в местной газете. В университете в Беркли Глория изучала философию и драматическое искусство, участвовала в студенческих спектаклях, писала статьи в газету и вела литературный журнал университета. После окончания учебы Глория Стюарт начала выступать на театральной сцене, где ее заметили представители киностудии Universal Studios и предложили ей подписать контракт. В 22 года она начала сниматься в кино и в 1930-х годов стала одной из самых перспективных и востребованных молодых актрис. Но несмотря на то, что актриса много снималась, ей чаще всего доставались роли второго плана, а кинокритики в своих статьях упоминали имена других актрис. В 1930-х годах Глория Стюарт говорила, что ей надоело быть экранной подружкой Ширли Темпу, самой юной обладательницей премии «Оскар», которая еще в 6 лет была удостойна престижной награды и стала в 1930-х годов одной из самых высокооплачиваемых актрис, обойдя своих взрослых конкуренток. Даже самые яркие роли Глории Стюарт оставались незамеченными, ее не критиковали, попросту игнорировали. Так, например, в фильме «Три мушкетера» она сыграла королеву Анну. Все афиши украшал ее портрет. Но кинокритики восхваляли работу других актеров, а о ней снова молчали. В результате в конце 1930-х годов киностудия не стала продлевать контракт с актрисой. А она и не хотела больше сниматься, объясняя это так. «Мне надоели мои глупые и смазливые героини-секретарши. Я прекратила сниматься в 1939 году, потому что ненавидела свои роли, девушка-детектив, девушка-репортер. Сценарии, которые мне предлагали на студии Universal, не были полным мусором. Но они не были первосортными. И не были второсортными. Или третисортными. Максимум четверосортными. У меня не получилось стать Гретой Гарба. Ужас. Просто ужас. Мне понадобилось много времени, чтобы с этим смириться. Но я справилась». После этого пауза в кинокарьере Глории Стюарт продолжалась более 30 лет. Но в это время актриса смогла реализоваться в других сферах деятельности. Она занялась декупажем. Изготавливала комоды-столики, зеркала, настольные лампы и даже открыла собственный мебельный магазинчик. Во время Второй мировой войны актриса рвалась в концертные бригады, выступающие перед бойцами, но ее супруг не позволил ей этим заниматься. Но это не помешало Глории гастролировать по стране и посещать госпитали. В начале 1950-х годов актриса брала уроки живописи, и в этом увлечении тоже достигла успехов, ее работы экспонировались в престижных галереях. Иногда ее приглашали сниматься в кино, но она отказывалась, ей казалось, что ее кинокарьера уже завершилась. Спустя 30 лет Глория Стюарт все же вернулась на экраны. Все-таки актерская профессия была ее призванием. Она наняла агента, который помог ей получить сначала небольшие роли на телевидении, а затем и более заметные роли в кино. Но «Звездный час», который у большинства ее коллег приходится на молодые годы, настал для нее только после 85-ти. Позже она не раз рассказывала о том дне, который помнила до конца жизни. Однажды в мае 1996-й год ей позвонили и предложили сыграть главную героиню в старости в проекте Джеймса Кэмерона «Титаник». На следующий день к ней приехал директор по кастингу и его помощница с видеокамерой, а еще через день приехал и сам Кэмерон. Актриса вспоминала «Я нисколько не нервничала. Я знала, что прочитала отрывок из роли с сочувствием и нежностью, как того хотел режиссер. Правда, ее немного задевало то, что ей предложили роль такой пожилой героини. Ей был по сценарию 101 год, а самой актрисе всего-то 86. Так Глория Стюарт получила свою звездную роль, которая наконец принесла ей мировую славу и признание. А в 87 лет попала в список 50 самых привлекательных людей мира по версии журнала People. Из всего актерского состава фильма Глория была единственной, кто застал крушение «Титаника», правда в 1912 году ей было всего два года. Через полтора месяца после премьеры фильма Глория Стюарт была номинирована на «Золотой глобус», а вскоре и на «Оскар» за роль второго плана. И хотя награда ей не досталась, весь зал на церемонии вручения премии аплодировал ей стоя. А на ее шее красовалась копия того самого ожерелья «Сердце океана», в котором ее героиня появлялась в фильме. В 1998 году Глория Стюарт получила премию гильдии киноактеров за лучшую женскую роль. А спустя два года ей вручили приз гильдии за многолетнюю работу в кино. После этого она снималась до 2005 года, пока позволяла здоровье. Глория Стюарт прожила долгую и насыщенную событиями жизнь. Все поражались ее энергией и трудоспособности. Даже серьезные проблемы со здоровьем не помешали продолжению ее актерской карьеры. После 70 лет у нее обнаружили рак молочной железы, сделали операцию и болезнь отступила. А в 94 года у актрисы диагностировали рак легких. На протяжении многих лет она оставалась заядлой курильщицей. С этим диагнозом Глория прожила еще 6 лет и скончалась от дыхательной недостаточности через несколько месяцев после своего столетия, в том же возрасте, в котором была ее героиня в «Титанике». Леонардо Ди Каприо о ней говорил, она была фантастически сильной и на экране, и в жизни. Совершенно очаровательная женщина, замечательная актриса, человек, который всегда готов был бороться за то, во что он верит. Она была одной из последних великих актрис голливудского золотого века. Для меня честью было с ней поработать, и мне будет ее не хватать. Она ушла из жизни абсолютно счастливым человеком. Только на склоне лет Глория Стюарт получила все, о чем только можно было мечтать. Славу, признание, награды, материальное благополучие. У нее была дочь, четверо внуков и 12 правнуков, которые окружали ее любовью и заботой. Остается только восхищаться талантом, жизнелюбием и очарованием этой неординарной звезды Голливуда, разрушившей все стереотипы об актерской карьере. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok